Всем пострадавшим при взрыве в доме Интернациональная 21 окажут помощь, заявил сегодня Аким Петропавловско-Бола Джумабеков. В регионе создано две комиссии. Одна будет работать с теми, кому положена компенсация от государства. Это собственники квартир, которым выплатят по 100 месячных расчетных показателей. Другая комиссия занимается помощью пострадавшим, которые являлись квартиросъемщиками и посетителями взрыва. Моя коллега продолжит тему. Сегодня были озвучены результаты по обследованию дома, где произошла трагедия. Многоэтажка подлежит восстановлению. Сколько на это понадобится денег, подсчитают уже скоро. Помощь окажут всем, заверил Аким Петропавловск, Абулат Джумабеков на встрече с журналистами. Будем платить то, что из бюджета положено. Обязательно мы эту выплату сделаем. Те, кто по каким-то тем или иным причинам не попадает под эти выплаты, будут выплаты идти вне бюджетными средствами. На счете Совета ветеранов города Петропавловск уже поступают средства. Мы создали две комиссии. Одна комиссия работает по бюджетным выплатам. Вторая комиссия, в которую привлечены общественники, депутаты, за счет внебюджетных средств. Как отметил Аким Города, произошедшая трагедия еще раз показала, проверять объекты, расположенные в жилых домах, использующие в работе газовые баллоны, это необходимость. Даже несмотря на моратории, действующие в отношении малого бизнеса. Однозначно, конечно, такое событие не может без внимания остаться. Уже сейчас мониторинг группы, которые будут заниматься предупреждением того, чтобы не находились газовые баллоны в таких объектах, которые находятся на первых этажах. Сейчас уже начали поступать обращения от председателей КСК, которые в своем обращении просят проверить те или иные объекты. Эту работу, естественно, мы будем проводить. Моратория объявлена в целом на проверке бизнеса, но есть там некоторые оговорки. Если вы читали и видели, что в тех случаях, когда деятельность предприятия может привести к каким-либо последствиям, особенно к угрозе жизни людей, естественно, моратория в этом случае действовать не будет. Уже в скором времени, по словам градоначальника, жильцы пятиэтажки смогут заехать в свои квартиры. В предстоящую субботу начнут заселять горожан, проживающих в левом крыле дома, которое меньше всего пострадало от взрыва. Анастасия Дриняк, Крымбек Бегужаев, Служба новостей.